Садыр Джапаров устроил дипломатический демарш против Москвы и Душанбе. Он отказался ехать в Санкт-Петербург на днюху Путина и Рахмона. Ну, наконец-то, хоть какой-то решительный шаг в деле отстаивания национальных интересов. Всем привет, Канеметов с вами. У президентов Таджикистана и России юбилей. Им исполняется по 70 лет. Рахмон отметил днюху 5 октября, а Путин празднует сегодня. Вы знали, что они ровесники? Я нет. После всего того, что Таджикистан натворил в Баткене, сидеть с президентом этой страны за одним столом было бы унизительно для Джапарова. Еще унизительнее произносить поздравительные тосты в честь юбиляра и орденоносца. Ибенинник, мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. А ну, думал я забуду, ты, рожденный в этот замечательный день, юбиляр чертов. Свой юбилей Путин решил созвать неформальный саммит СНГ. Проходит он в Питере. Поедет наш или нет? Этот вопрос бурно обсуждали в соцсетях. Ходили слухи, что будто бы Садыр Джапаров лететь отказывается. Вскоре информация эта официально подтвердилась. Садыр Джапаров не примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Это связано с насыщенным графиком работы главы государства. Для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от кыргызской стороны направлен государственный секретарь Сюэмбек Асмамбетов. Сослался на занятость. Интересно, чем так занят Джапаров, что ему прям позарез нужно остаться дома? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. На самом деле, неотложных дел у Джапарова в Бишкеке нет. Отказ лететь на юбилей Путина и Рахмона – это дипломатический демарш. А как еще объяснить демонстративное неучастие в этой неформальной сходке? Бишкек послает Москве и Душанбе недвусмысленный сигнал в отношениях наших. Что-то идет не так. Как слышишь меня? Кто-то задаст вопрос, а при чем тут Москва? Кыргызстан на грани войны с Таджикистаном, а не с Россией? Ответ и на этот вопрос лежит на поверхности. Путин сделал все, чтобы мы все думали, что будто бы он ведет игру против Кыргызстана на стороне Таджикистана. На неделю он подписал указ о награждении Рахмона государственной наградой. Не прошло и месяца после кровавой бани, которую устроил Таджикистан в Баткене. Почитайте формулировку. За то, что обеспечил региональную стабильность и безопасность. Прямо как у Оруэлла. Война – это мир. Указ президента Российской Федерации. За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечении региональной стабильности и безопасности, наградить Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Рахмона Эмамали. Президента Республики Таджикистан. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Москва. Кремль. Кыргызстан не решился ответить на этот шаг Москвы нотой протеста. Да и официальных заявлений ни со стороны МИДа, ни со стороны администрации президента не было. Ситуацию прокомментировал только пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Чингис Кустебаев. Награда нашла своего виновника. Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году за развитие дружбы, взаимопонимание и сотрудничество между государствами. Сразу после апрельской вооруженной агрессии против Кыргызстана. А вот и очередное награждение Орденом России за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Так еще и в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Интересно, о какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии. В то время как на Кыргызской земле до сих пор не остыла кровь невинных жертв, матери до сих пор оплакивают своих детей, мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома. Это награждение вызывает обоснованное недоумение. Юбилей юбилеем, но факты остаются фактами. А этот шаг явно не соответствует тому, что мы видим на Кыргызско-Таджикской госгранице. А менты наши в своем репертуаре. Сегодня они, прикрывшись незаконным решением суда, разогнали митинг в Бишкеке. В Индрюш-Токтанасыров и его сподвижники всего-то навсего пикетировали посольство России. Никому не мешали. Ни прохожим, ни автомобильному движению, ни работе дип-представительства. Содержанных увезли в Первомайское РОВД. Вы не имеете права, абсолютно. Вы не имеете права. На каком основании? На каком основании? Ребята, выкладывайте в интернет. Ребята, на каком основании? Вы нарушаете мои гражданские права. На каком основании? Ребята, выкладывайте в интернет. Ребята, на каком основании нет. Я протестую, нет. Ребята, выкладывайте в интернет. Мужчина, который сопротивлялся милиции, оказался в интернет. Гражданином России. Надеюсь, его не вышлют на родину. На каком основании нет. Я протестую, нет. Агентство 24КГ провело опрос среди своих читателей. Изменилась ли жизнь к лучшему с приходом Садыра Джапарова? Он, к слову, уже два года во власти. И вот какие результаты. Рейтинги президента в последние месяцы действительно падают стремительно. Вторжение в Баткен и пораженческая политика властей. Эпопея с кумтором. Вместо триумфа крупные хищения и уголовные дела. Непонятная ситуация вокруг Кемпирабада. Попытки подавить свободу слова и арест оппонентов. Разброд и шатание в тандеме. Все это серьезно влияет на то, как общество относится к президенту. Достали! Достали! Идиль Байсалов решил вступиться за шефа. Интересный он человек. Когда в стране что-то происходит, нападение Таджикистана, например, Идиль мгновенно пропадает с экранов радаров. Порой на неделе. А потом, когда все успокаивается, вылезает с такими твитами. Дорогая редакция 24КГ. Вы можете сколько угодно нагнетать страсти пропадения рейтинга и извращать всякие опросы. Во-первых, власть не гонится за ежедневными лайками и не страдает популизмом. Речь идет о слушании государственным интересам и народу Кыргызстана. Во-вторых, если будем говорить про опросы, то читайте правильно тот же последний опрос IRI-CIR, который вы неправильно цитируете и путаете. Курс власти поддерживала летом беспрецедентно 85%. Президента Джапарова лично оценивают 68% очень положительно. И 24% положительно – 92%. 92 – вы все врете. У него поддержка 100% населения. Возникает вполне резонный вопрос. Если власть действительно поддерживает 92% населения, то с чего бы Садыру Джапарова так остро реагировать на критику? Чуть что сразу же дает приказ своим ментам. Пресс-служба президента сейчас руководит Дайрбек Орумбеков. Властелин Трольферм некогда плотно сотрудничал с Матраимовыми. Теперь сидит в администрации и рулит информационной политикой. Он выступил с обращением к блогерам. В последнее время, кажется, блогеры и политики выходят за всякие пределы. Те, кто никогда в жизни не управлял, и тремя людьми или маленькой командой учат, как управлять государством. Вызывают президента на дебаты, пытаются обратить на себя внимание популистскими высказываниями. Еще один выходит в прямой эфир, клевещет и высказывает ложные обвинения в адрес главы государства и высшей власти. Это не достижение свободы слова. Это своевольность, отсутствие воспитания и безответственность. Очень жаль, что наша молодежь берет с них пример. Глава государства и так встречается с населением, ведет разъяснения в соцсетях. Он что, теперь должен оставить все дела и выходить на дебаты со всякими возомнившими себя умными? Феликс Кулов ответил на тираду Орумбекова. Мягко, дипломатично, но так, чтобы дошло. Очевидно, что в администрации президента нет людей, специально выделенных для аналитической работы в соцсетях. А надо бы. Имеется в виду не для примитивной фейковой антипропаганды, а именно для серьезной аналитической работы. Надо учить культуре политического диалога, который у нас стал ниже плинтуса. Да и общая культура, приходится признать, не на высоком уровне. Мы уже третий день подряд рассказываем вам о ситуации вокруг Кемперабадского водохранилища. На неделе глава государства и депутаты парламента провели закрытую встречу с населением в Узгине по этой теме. Там был и Мадумаров, самый главный враг режима. После этой встречи, по информации источников, произошел конфликт между Садыром Джапаровым и Адаханом Мадумаровым. Лично я эту информацию ставлю под сомнение, потому что официальных подтверждений еще не было. И вам советую сделать то же самое. Вот что пишут Адиль Турдукулов и Телекмат Куренов. Интересно, кто кому навалял? Пишите в комментариях свои мысли на этот счет. Думается, что Садыр все-таки в футболиже, епты. Сейчас наверняка где-то грустит челюсть братан, который пропустил все веселье. Зритель, не скучайте. Будет драка на ножах. Телефон включайте. На каких условиях Кемперабад отходит Узбекистану и отходит ли он в принципе? Информацию об этом президент обещал предоставить после ратификации в парламенте. Исхак Масалиев тоже был на той встрече в Узгене. И вот о чем он сообщает. Заметка по Кемперабадскому водохранилищу. Оказывается, земля под водой давно уже соседская. Но мы за счет снижения уровня воды получаем 1400 гектаров побережья. Они, оказывается, в 1965 году отдали более 5000 гектаров по всей республике. И еще уступят 14000 гектаров Гавасая. Просто молодцы. И сантиметры не отдают. Но получают 25000 гектаров. Либо переговорщики соседей считать не умеют, либо наши власти всех видят дураками. Самое важное решение принимает один человек. Еще пугает инакомыслящих. Решать надо. Но может, стоит поискать пути совместной эксплуатации водохранилища. Даст Бог, вскоре после того, как соглашение будет подписано, оно будет принято парламентом, и вы увидите, какие земли отошли нам. Пожалуйста, потерпите. К нам отходит почти 99% спорных территорий. Кемперабад полностью контролировалась узбекской стороной. Мы пришли к соглашению о создании совместного предприятия с долей 50 на 50. Уровень воды на горизонте спустили с 908 до 900. Таким образом, высвободятся 1246 гектаров, которые отойдут нам. Местные жители будут им пользоваться для сельскохозяйственных нужд. Народ с ликованием примет новости об остальных участках на границе. Вы скажете нам спасибо. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. Наоборот, получили. Через 100 лет история подтвердит, что наше решение было правильным, справедливым и во благо страны. Мы не предатели, которые передали Харкара и Торт Кочо. И на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канад Канеметов. Всем мира!